Знаешь, почему в Европе делают бескапотники, а у тягачей из США огромные капоты? На самом деле бескапотники делали и в Америке до середины 70-х. Тогда там действовало правило на ограничение для общей длины фуры. Грузоперевозчикам было выгоднее делать прицеп длиннее, а тягач короче, так можно было перевозить большие грузы. С 1976 года ограничили длину самого полуприцепа, ослабив правила для кабины. Дальнобойщики сами стали чаще выбирать капотные грузовики, они безопаснее и комфортнее. Мотор не вибрирует прямо под тобой, а если нужно его обслужить, не приходится закреплять всю мелочевку в кабине. Ведь в бескапотном варианте кабину приходится наклонять, чтобы добраться до двигателя. А в Европе правила общих габаритов фуры все еще действуют. Бескапотники просто выгоднее, потому что с ними можно сделать длиннее полуприцеп. К тому же бескапотники более маневренные, что важно в старых городах и на узких дорогах. Пиши в комментариях, нравится ли тебе грузовая тематика.